книга открытым оком тема старообрядцы том 4 вопрос 1237 старообрядцы очень много претерпели от царской власти после раскола за что они страдали за христа или за собственное невежество и упрямство отвечает игнатий тихонович и лапкин при князе владимире с епископом михаилом на русь пришло христианство далекое далекое не по времени а по виду от апостольских времен библия будет переведена и сделается доступно народу через 888 лет так как была переведена на живой русский язык в 1876 окрещение руси было в девятьсот восемьдесят восьмом году до изобретения книгопечатания книги переписывались от руки и практически ни одной библии в народе не было стоимость ее приравнивалась к 20-летнему труду вера в народе была не евангельская а церковная как мы видим сейчас на бытовом уровне бабушкина вера священники не учили а некоторые были даже крайне невежественны как об этом говорят все историки и дмитрий ростовский люди же знали только обрядовую сторону это что услышал в церкви поэтому обряд сложение перстов вид икон было центральным вере русских православных не конца не был обращенным и возрожденным человеком такое благоприятное время было ему пущено навсегда если бы он не касался обрядовой стороны за что держались ее ревнители а напечатали бы новый завет и псалтирь даже на церковнославянском языке и раздавали бы в народе как делают сейчас сектанты то никакого бы раскола и не было даже в помине он сеял бы на целине пророк оси 10 глава 12 стих сети себе в правду и пожнете милость распахивайте у себя на вину ибо время взыскать их господа чтобы он когда придет дождем пролил на вас правду а так как в сознании народа не было евангелия то для всех центральным было обрядоверие считавшиеся таким же святым неприкосновенным к чему нельзя ни прибавить не убавить то есть то что библия говорит о себе отнесли к богослужению обрядом книгам так и сегодня когда россия пребывает в том же антиевангельском духе кромешной тьме для тогдашней людо для тогдашних людей то за что они держались было свято как для правоверных иудеев закон о жертвах как их ревность о субботе они настолько крепко верили в незыблемость субботы что убили даже господина субботы считая себя более ревностными чем сам бог стали святее римского папы самое страшное в этом то что эта ситуация сохранилась по сегодняшний день нужно провести полную ревизию в сознании верующих через евангельскую проповедь не случайно люди которые переходят к сектантам из православия говорят о себе я был не верующий самые главные противники просвещения народа на сегодня это священники и архиереи никон не имел никакого снисхождения к тем кто не знал что есть главное он шел на пролом как гитлер как сталин будучи чужд любви христова и снисхождение к немощным римлянам 14 глава 1 стих немощного вере принимайте без споров о мнениях римлянам 14 21 лучше не есть мясо не пить вина не делать ничего такого от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает 1 коринфянам 8 13 и потому если пища соблазняет брата моего не буду есть мясо вовек чтобы не соблазнить брата моего евангелие от матфея 18 глава 6 стих а кто соблазнит одного из малых сих верующих меня тому лучше было бы если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской никон подал великий соблазн на целые ты столетия вперед насильно вкладывая в рот несогласных с ним идола жертвенная в кавычках идола жертвенная неправы были все и те и другие но несравненно более виновен и никон как поступил бы апостол павел его тактика нам известно первое послание коринфянам 9 глава 22 стих для немощных был как немощный чтобы приобрести немощный для всех я сделал совсем чтобы спасти по крайней мере некоторых 1 коринфянам 8 глава с 10 по 13 стих ибо если кто-нибудь увидит что ты имея знания сидишь за столом в капище то совесть его как немощного не расположить ли и его есть идола жертвенная и вот и от знания твоего погибнет немощный брат за которого умер христос а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть и вы согрешаете против христа и потому если пища соблазняет брата моего не буду есть мясо вовек чтобы не соблазнить брата моего и в этом плане грех никона неизмерим в его действиях не было никакой любви на только дьявольская ненависть и гордыня человеческого ума не просвещенного духом евангелия он ратовал не за истинную вере которую открыл господь а за то что открыли ему перебежчики из веры в веру подобные митрополиту лига риду дух же божий призывает нас подвязаться всех вместе не за реформированную греческую веру не за византийщину и феропонтовщину а за веру по слову божию послание филиппийцам 1 глава 27 стих только живите достойно благовествования христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую если сегодня спрашивают от кого же была эта реформа никона то ответ один а то ответ один от учителя его дьявола протопопа вакуум писал ему у кого из апостолов научился ты обращать веру мечом и огнем и пытками миллионы истина верующих во христа вдруг мгновенно сделались врагами церкви по мнению никона эти люди страдали за свои убеждения как за христа а уж как бог примет их страдания не нам судить а что касается гонителей то здесь все ясно и однозначно от сатаны если бы протопопа вакуум был евангельской веры и не упирал все в обряд то как много они смогли бы сделать распространяя чисто евангельское учение но у него этого было не больше никонова в таком же положении были все члены кружка ревнителей вся россия до единого прихожанина